В декабре 2010 года на набережной нашего города был установлен памятный знак саперам, флотским минерам и водолазам, которые 17 апреля 1944 года и по сегодняшний день выносят из глубин города-героя взрывоопасные следы коричневой чумы. 70 лет город живет под мирным небом, но в его недрах продолжают лежать опасные для жизни боевые снаряды тех лет. Каждый год город чествует своих отважных героев, минеров и саперов. Их мужество и любовь к родине спасли тысячи керчан. Их подвиги вселяют чувство патриотизма. Ветеран, участник боевых действий Владимир Шатунов с особым сердечным трепетом вспоминает события 40-х годов. Наша организация АСПТР, водолазы, токелажники, плавсостав, именно участвовали во всех этих операциях по подъему боезапаса. И этим мы старались предотвратить те несчастные случаи, которые были и могли повториться простыми людьми, особенно с мальчишками. Они очень интересовались боезапасом. Иногда поднимали его и пытались их обезвредить. И на этом они погибали. У памятника собрались ветераны, работники исполкома, сотрудники МЧС и рядовые керчане для того, чтобы почтить память тех, кто не выжил, спасая наш город, и поблагодарить тех, кто сегодня продолжает вести поиски и обезвреживать взрывоопасные предметы Великой Отечественной войны. Герои сегодняшнего дня были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными знаками. На митинге звучали поздравительные речи и стихи. Керчане, головы склоните, молчане траура храня, саперых павших помяните, фашистов проклятых броня. Победа дорого досталась. О том не позабыть вовек, ведь горожан живых осталось чуть больше сотни человек. По словам начальника группы пиротехнических работ специального морского отряда Андрея Антипова, с 2000 года по сегодняшний день в Керчи и на суше, и в проливе было найдено и обезврежено более 180 тысяч взрывных устройств. И это еще далеко не все. Наш город, который меньше недели назад праздновал 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, до сих пор продолжает дышать духом той войны. Неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы обезвредить все мины, оставленные фашистами. Но горе потерь и безграничное счастье победы останутся в памяти на века. Мария Беликова, Олег Лопатин. Новости дня.